Продолжаем говорить про контекст и сейчас бы я хотел рассказать о нашей относительно новой разработке. Она где-то уже, наверное, месяца 4 работает, но мы ее активно нигде не анонсировали, потому что все это время продолжали ее тестировать. Вопрос в чем? То есть есть рекламодатели интернет-магазины, например, Отто, Квейл и так далее, есть, которым нужен качественный трафик. Этот трафик они не всегда сами себе смогут достать по определенным причинам, у них просто на это не хватает сил и времени. Есть вебмастера, у которых этот качественный трафик есть, то есть есть там свои проекты с качественной целевой аудиторией, есть вебмастера, которые умеют покупать эффективный трафик с контекстных сетей, при помощи контекстной рекламы. И есть партнерская сеть, это такой посредник, это даже платформа, которая позволяет вебмастерам с одной стороны и рекламодателям с другой стороны состыковаться друг с другом, заключить некий договор, то что все продажи, которые приведет вебмастер, будут вознаграждены рекламодателем, и партнерская сеть выступает неким гарантом. Вопрос как бы в следующем, да, Алексей очень много рассказывал про контекст, про то, как трафик получать. Представим себе, что вы закупили очень много трафика по большому количеству запросов, получили с этого какую-то прибыль в партнерском аккаунте, в аккаунте вебмастера. И дальше продолжаете работать, 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 и в определенный момент вы начинаете задавать себе вопрос, а какие ключевые слова, какой трафик мне приносит деньги и реальные продажи, а какой не приносит. Соответственно, если я плачу за тот трафик, который мне приносит деньги, ок, это нормально, а если я покупаю трафик, который находится в общей рекламной кампании, и он не приносит денег, зачем мне за него платить. Для того, чтобы провести аналитику, то есть все время ваше свободное, которое вы могли бы потратить на эксперименты с той же контекстной рекламой, вы будете тратить на аналитику. Мы это тоже понимали, наш отец-основатель Александр Бахман имеет собственный практический опыт цепа в германии, он это тоже прекрасно понимает, и у него родилась идея сделать вот такую-то вещь, которую он назвал Гетсия. Тут вот должен был быть красивый слайд, вот почему-то его нету, может быть что-то не подгрузилось. Но суть в следующем, значит тут вот как бы мелко представлено, все там хорошо, все нормально, да? Вот тут как бы мелко представлено, дальше будет укрепленная версия этого слайда, но я поясню. То есть вот где вот это графики, да, это источники трафика. Дальше, первый столбец это источники трафика или канал, я просто как бы не важно там, что за цифры, что за буквы, просто поясню пока суть. Дальше это количество переходов, доля трафика по каждому источнику, количество кликов, CTR, конверсия, эффективная стоимость клика и заработок. То есть вот это продолжение того слайда более крупно, чтобы можно было видеть. То есть мы видим, что источник трафика номер один, который дает 39% всего трафика, с него получилось 800 кликов с таким вот CTR, с такой-то конверсией и самое главное был вот такой вот заработок. То есть не нужно делать выгрузки из нескольких аккаунтов, например, Яндекс.Директа, Google AdWords, Google Analytics и AdMetada, чтобы в одном месте получить эффективную прибыльность каждого источника трафика. Значит, в GitC есть возможность делать срезы по источникам трафика. Вот на этом сайте видно, что как раз больше всего трафика дает Яндекс.ру и он дал заработок за прошлый месяц в районе 3378 рублей. То есть это был срез по источникам трафика. Далее идет срез по рефералам. Но рефералы в данном случае это конкретная страница каких-либо сайтов. Простой пример, да, вы нашли женский блог и написали там какую-то статью, предложили опубликовать и установили ссылочки там на свой партнерский сайт. Допустим, этот блог имеет высокую популярность, там большая живая целевая платежеспособная аудитория. Например, на странице с вашей публикацией на этом блоге, ну, например, нет таких вот конкретных примеров. Вот здесь видны, допустим, результаты поиска. Ну, допустим, вы видите, что с этой страницы пошел трафик на ваш сайт, он начал там кликать, начал конвертироваться и стал приносить деньги. Соответственно, этот источник трафика является прибыльным и соотношение затрат на размещение данной публикации и, соответственно, профит может говорить вам о том, что является или не является данный источник трафика убыточным или прибыльным. Например, вы взяли какой-то другой сайт, пусть будет тоже женский блог, разместили там статью про свой какой-то партнерский проект, опубликовали, заплатили деньги, смотрите, переходы есть, CTR есть, а конверсии нет и заработка нет. Соответственно, данный источник трафика, канал трафика неэффективный. Вот здесь как раз более детальный, вот эта левая половина этого слайда, как раз видно вот эти вот источники трафика. Вот этот яндекс.ру, яндекс.серч – это переход с результатов поиска. Некоторые источники трафика по понятным причинам пришлось скрыть, потому что это статистика одного из наших мастеров, и мы не имеем права, к счастью или к сожалению, но не имеем права вот эти детали раскрывать. И это правая половина предыдущего слайда большого. Далее, срез по поисковым системам, самое интересное. Значит, видно, что трафик приносит Яндекс, Гугл, Мэйл, Рамблер, Бинг, Яху. Доля каждого из этих поисковиков, то есть переходы, доля трафика, клики и, соответственно, конверсия. Как мы видим, что самое интересное, Яндекс при меньшем количестве кликов дал меньше профита. Но, что самое интересное, смотрите, какая конверсия. Мэйл.ру дал 177 переходов. То есть Мэйл.ру составляет 4% трафика. Ну, хотя как-то примерно так на уровне. Но суть в том, что по каждому из источников, по каждому из поисковиков вы можете видеть процент переходов и процент профита. Если кликнуть в админке GetSea на каждый из поисковиков, то открывается отдельное окошечко, где представлены все ключевые слова, по которым были переходы с данной поисковой системы. И, соответственно, можно будет видеть прибыльность каждого ключевого слова. Вот здесь, к сожалению, представлен слайд с поисковыми фразами, но практически все ключевые слова нам пришлось скрыть, потому что это, назовем это интеллектуальной собственностью мастера, и мы не можем эти вещи раскрывать. Но, допустим, вы продвигаете свой сайт по 20 запросам. На каждый из запросов вы тратите, к примеру, по 1000 рублей в месяц. Не важно, каким образом. Ссылки сапы покупаете, либо ссылки где-то еще покупаете, либо получаете. Прошло 3 месяца. Это как раз примерно столько надо, чтобы Яндекс как-то ваши ссылки принял в действии и что-то там изменил. Прошло 3 месяца, пошел трафик с поиска по данным ключевым словам, и вы смотрите, какие ключевые слова вам приносят деньги, а какие не приносят. Соответственно, те ключевые слова, которые не приносят деньги, вы бюджеты на продвижение уменьшаете, а те, кто приносит, бюджет увеличиваете, либо как-то переоптимизируете, но делайте больше упор на то, что вам приносит прибыль. То есть, то, что возвращает ваши инвестиции. Ссылочный, ну, в СЕЛ. На данном слайде, вот более детально видно, то есть, без фразы, это когда Google не отдает ключевое слово, по которому был переход, в том случае, если пользователь, который в Google искал, был авторизован. Это нововведение, по-моему, в прошлом году появилось, многие с ним пытались бороться, возмущаться, но тем не менее, это так. PS – это поисковая система, Google, Яндекс, Мейл, Рамблер, Бинг. Единичка – это, ну, цифра, это страница с результатами поиска, с которой был переход по ключевому слову. То есть, вот в данном случае, в данном случае, с Google был переход с третьей страницы, с Яндекса с первой страницы. Ну, и, соответственно, продолжение слайда. По каждому ключевому слову вы видите его прибыльность, соответственно, делаете вывод, что вот эти вещи надо усиливать, а те, что прибыль не приносят, инвестировать в них больше, особого смысла нет. Единственный нюанс – нужно смотреть на количество трафика, на долю трафика и количество кликов, чтобы на большой выборке сделать более точный вывод о том, прибыльно ли данный ключевое слово, данный источник трафика, либо нет. И последний слайд – это статистика по действиям. Значит, сначала идет поисковый запрос, потом источник трафика, потом рекламная кампания, по которой было какое-то действие. Вот опять-таки, то, что осталось без фразы, мы оставили, все остальное пришлось скрыть. И вторая половина слайда, значит, здесь идет время клика, время действия, время конверсии, сумма заказа, то есть, на какую сумму заказал пользователь, которого вы привели, и, соответственно, ваше вознаграждение. Что самое интересное, посмотрим вот эту вот первую строчку, сумму заказа 3,5 тысячи рублей, заработок его мастера составил 1400 рублей, чуть меньше, чем в два раза от стоимости суммы заказа. То есть, вот этот вот пример, один из наиболее высоких с точки зрения процентной ставки от стоимости заказа в мастера, показывает прибыльность данного направления. Инструмент GetSea бесплатный. Установить его очень просто, буквально в несколько кликов. Единственное, что вы сможете им пользоваться, если ваш сайт, на котором вы рекламируете товарные офферы, подключен к Admitad, и, соответственно, вот эти товарные офферы должны быть тоже подключены к Admitad. В данный момент у нас порядка 200 активных партнерских программ различных интернет-магазинов. Значит, месяц назад был семинар Александра Бахмана про монетизацию контентных проектов при помощи ЦПА-маркетинга. Видеозапись есть у нас на блоге, блог Admitad.com. На форуме там есть небольшие обсуждения. В твиттере Admitad мы анонсируем много чего нового интересного, и в том числе буквально через час, может даже через полчаса после того, как закончится эта презентация, мы выложим на блоге пост про Гитси. То есть, по сути дела, вы первые, кто это услышал из массовой аудитории. Вот. Подписывайтесь, смотрите, читайте, задавайте вопросы. Вот мы с удовольствием ответим и поможем вам зарабатывать серьезные деньги вместе с нами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это приложение GetDirect. Данное приложение позволяет сделать вашу рекламу контекстно. На данный момент речь идет именно о Яндекс.Директе. Приложение для Google AdWords и других контекстов сетей будет у нас позднее. Сейчас я вам скажу, как GetDirect позволит сделать вашу рекламу гораздо эффективнее. Как немного еще. После того, как вы регистрируете, устанавливаете себе данное приложение, для вас создается новый аккаунт. К сожалению, Яндекс не позволяет переносить по АКПИ информацию с ваших текущих аккаунтов, поэтому компания необходимо будет завести заново. После того, как вы заведете компанию, вы попадаете на страницу всех компаний. То есть, интерфейс, в принципе, аналогичен интерфейсу Яндекс.Директа, но с полезными нововведениями. То есть, мы взяли в Яндексе то, что у них есть лучшее, сделали удобнее, потому что все, кто работал с веб-интерфейсом Яндекс.Директа, он немножко сложный. Он немножко сложный, там не хватает, много чего не хватает. Да, согласен. Итак, вкладка со всеми компаниями. Что мы здесь можем сделать? Где здесь указочка? Вот она. Слева видите сами компании кнопочку добавить компании. Соответственно, есть фильтрация по датам и по статусам. Ниже вы видите, соответственно, расход по каждой компании. Приложение на данный момент находится на стадии бета-тестирования. Запустим мы его буквально сегодня-завтра. И эти данные, они, естественно, не с реальной компанией, не тестовые. Вы можете видеть расход по каждой компании, доход по каждой компании и прибыль. Инструменты, которые позволяют создать новое объявление, редактировать ставки, редактировать все объявление. Страница самой компании с объявлениями. здесь также есть возможность просмотреть прибыль по каждой компании, возможность фильтрации по каждой компании, общий баланс компании, ну и, как я уже сказал, прибыль и инструменты, которые позволяют редактировать каждое объявление, не заходя в него. немножко крупнее то же самое. Объявление и фраза. Непосредственно страница конкретного объявления, где, собственно, начинается все самое интересное. Дальше. Здесь вы можете видеть доход и прибыль по каждому объявлению. Через неделю после запуска мы добавим инструментарий автоматического отключения запросов, которые неэффективны. вы сможете прописать алгоритм, при котором запросы будут отключаться. То есть, это не просто отрицательный баланс по каждому запросу, то есть, отрицательный баланс именно в графе прибыли. Будут дополнительные возможности, то есть, как долго данный запрос не приносит прибыли и какой общий доход по данному запросу был за всю длительность объявления. Страница создания компании. Примерно аналогично Яндексу. Есть возможность настройки рубрик, показов сети Яндекса и указания регионов. Подбор ключевых слов. Здесь, к сожалению, слайд не обновленный. В отличие, основное отличие от Яндекса у нас будет в третьем блоке, который будет находиться вот здесь, помимо двух основных показов по запросу, который вы задали, показывая запросы, которые спрашивают люди, аналогичные запросы, которые вы задали, будет еще третий блок, в котором можно будет удобно работать с уже выбранными вами запросами. То есть, вы отмечаете галочкой запрос, он автоматически добавляется в блок. Тут работа в адмитаде, у нас есть аналогичный блок при подборе запросов по поисковым фразам. С данного блока удобно работать, смотреть, какие запросы вы уже добавили, чего не хватает, что нужно удалить и так далее. Создание объявлений. Здесь все просто подбор запросов, рубрики, минус слова, объявления, также слева будет блок как выглядит ваше объявление. Добавлять может сколько хочешь. Вы пользовались веб-интерфейсом директа? Данный функционал полностью аналогичен. То есть, все те возможности, которые есть в директе, у нас есть. Плюс добавили свои. Журнал событий. По аналогии здесь все события по всем вашим компаниям. Есть возможность фильтрации по каждой компании, по каждому объявлению либо по каждому статусу. Фраза отменена за низкий CTR, объявление проверено модератором и так далее. Плюс страница платежей. Скриншотов их, к сожалению, нет. Где есть также возможность по статусам всех платежей. По статусам всех платежей закончено будет. Смотрите, что еще я вам сейчас рассказал, чего нет на слайду, что будет параллельно с запуском данного приложения. Во-первых, мы добавили все интересное из приложения Яндекс командера, то есть будет возможность массового редактирования объявлений, редактирования урлов, редактирования фраз, редактирования текста. Про автоматическое отключение запросов я вам уже сказал. Плюс мы абсолютно открыты. Если есть какой-то функционал, который вы хотели бы видеть, вы всегда можете об этом сказать на нашем форуме. Будет отдельная ветка под приложение GetDirect. Вы можете зайти в приложение после анонса. Анонс будет в нашем блоге на нашем форуме либо через сайт GetDirect.ru либо через раздел приложений. Вопросы есть у вас? В приложении по аналогии с GetSea, по аналогии с нашим GetCupon. Так что стоит отметить. Смотрите, мы неделю назад запустили раздел для разработчиков. в рамках которого были выложены на данный момент три разработанных приложения нашей компании. GetDirect, GetSea, про которые рассказывал Алексей и приложение GetCupon. GetCupon позволяет работать с купонными фидами. Подробное описание есть на сайте на странице приложений. Также данный раздел для разработчиков позволяет любому человеку, обладающему компетенциям и опытом, разработать приложение с тем функционалом, который был бы полезен вам, вебмастерам. сейчас на рынке очень много различных типов вашей компании. Велама я знаю, есть отброкер, вот GetDirect. В чем УТП именно у вас? Наше приложение, во-первых, разработанное в купе работы именно с нашей партнерской сети от метада. То есть вы можете видеть реальную прибыль по каждому ключевому запросу, который вам приносит через работу в сети адмитад. Понимаете, вы немножко не совсем, ну не с тем совсем немножко сравнили. Елама это возможность автоматизации контроля ставок, неплохой инструмент, но он просто для ведения контекста рекламы. Наше приложение создано для работы в сети от метада. Кстати, также отмечу, это будет чуть позже, где-то в районе недели, недельки двух, мы совершенствуем стандартные яндексовские автоброкеры. Основной минус автоброкера, ну первый очевидный, то что он проверяет ставки раз в час, все разработки, в том числе вот как человек разработки илама направлены на то, чтобы улучшить этот функционал. Мы данный функционал тоже улучшим, ставки будут проверяться раз в 5-10 минут, что позволит вам будет дополнительная разработка и настройка стратегии по нашему автоброкеру, скажем так, и более оперативный контроль ставок позволит вам более разумно расходовать ваш бюджет, экономнее расходовать его и более с большей целью. Вопрос хотели задать. на скриншоте не было, функционал уже реализован, и на странице создания объявления будет, как будет выглядеть ваше объявление, всевозможные подсказки по созданию более качественного объявления, все это есть, все это уже реализовано, но, к сожалению, не представлено на скриншоте. трекер, да, можно назвать партнерки интернет-магазина у нас их более 200, зайдите на сайт, они открыты, Квелли, Сапата, Отто, данная информация в открытую на сайте, посмотрите программу, с которой мы работаем, мы лидер по партнерским программам, скажем так, направлении фэшн, интернет-магазинах, интернет-магазина одежды, но у нас также представлены и банковские продукты, и кредиты. По количеству вопросов о пьяных сейчас лимит снизили? Лимит снизили, у нас лимит уже увеличен, если его не будет хватать, у нас есть подтверждение от Яндекс, что он увеличит на необходимый объем. Нет. А прибыль ключевого слова как будет считаться? То есть, то, что уже одобрено рекламодатель заявку или то, что вы еще не ожидаете? Считаться будет с момента ожидания. Соответственно, если она в дальнейшем заявка будет не одобрена, сумма будет вычтить. автоматически, чтобы отключение сделать ики-карки дальше? Чтобы можно было отключать и за резервированный заказ, и за оплаченный. Да, настройка будет детальная. То есть, вы хотите не только отключения, но чтобы была возможность выбрать, как считается у вас прибыль? Я думаю, это несложно. Абсолютно. Любые ваши отзывы вы можете на фейсбуке Иван Сизяки найти, писать мне почту, кому необходимо я предоставлю визитки, либо пишите на форуме. Все ваши пожелания естественно будут рассмотрены и учтены. У вас есть аккаунт в методе, вы можете привязать к нему приложение Ген Директ. Да, конечно, полный функционал. Будет создан автоматик при первом входе в приложение для вас будет создан новый аккаунт. Конечно. И все плюсы, которые есть при работе через нас, естественно, здесь также будут учтены. Я, наверное, не озвучу, просто на данный момент Яндекс меняет свою стратегию по отношению к агентствам и я не могу сказать цифры, которые будут конкретно скидочной. Но в ближайшее время этот вопрос решится и об этом также будет заявлено после пресс-релиза. Еще вопросы? Спасибо за внимание.